Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре фидерное удилище от компании Alvega, называется Team Alvega. Удилище на рынке достаточно давно, но почему-то таких каких-то обзоров именно всей серии пока не было. У нас сегодня отсутствует фидер 390-120, на обзоре его не будет, к сожалению, но по той причине, что неизвестно, когда они появятся. А пока они появятся, если их ждать, разберутся все остальные. Ну, не все остальные, а какие-то из этих 2-3 выбьются, и поэтому полноценного обзора тоже не получится. Поэтому сегодня, скажем так, без 390-120 мы разбираем. Значит, сразу по производителю. Производитель достаточно известный, основатель фирмы Сергей Федоров, известный спортсмен. И, конечно, удилища у него должны получиться неплохие. Значит, по уголечку сразу, то есть, производитель не заявляет, сколько тонн здесь уголь, да, но видно по потряху, что называется, я понимаю, примерно, да, здесь порядка 36 тонн. Уголечек стоит 32-36, вот так вот, ну, не больше. Значит, по колечкам, то есть, достаточно крупные кольца. Позволяющие установить катушку, ну, практически там до, наверное, 6000-го размера, а то и больше на любое удилище. Внешние фидера покрыты лаком. Скажем так, нарекания какие по бланку вот здесь нету, да, но у меня были нарекания, во-первых, по тому, что нету, не заизолировано вот это входное отверстие между бланком и гильзой катушка-держателя. Туда может влага попадать и так далее, все это может, ну, гнить это. Не, не очень хорошо. И, соответственно, когда откручиваешь вот верхнюю форогриб, верхнюю гайку, смотришь, здесь как-то не очень эстетично, скажем так, сделано. И обрезан сам катушка-держатель, и как бы сам бланк, я бы не сказал, что там все идеально. Ну, скажем так, нужно, есть над чем поработать в плане заводу, в плане качества такого, эстетики. Дальше идет пробка, то есть это обои пробковые. По качеству я не могу сказать, что они прям вот сверх какие-то, но, скажем так, они соответствуют удилищу. Есть на некоторых моделях какие-то каверны такие, ну, рытвинки на пробке, поэтому лучше все-таки на всякий случай повнимательнее присмотреться. У меня менеджеры отбирают всегда, проверяют в трехкратно, прежде чем отправить покупателю фидер. Но, тем не менее, если вдруг, не дай бог, будете покупать не у меня в магазине, имейте в виду, что нужно внимательно здесь смотреть. Слышал о подделках этих фидеров, но слышал только от людей. Присылали фотографии, которые немножко другой цвет, либо вот Тим Альвега написано смазано слегка, там, либо Альвеги не написано в каком-то месте. То есть я не знаю, откуда эти удилища сам, я к производству их не имею отношения, поэтому, скажем так, я могу только со своей колокольни, как разработчик других удилищ, да, и примерно я понимаю, чего они стоят, как они сделаны и так далее. Ну, с вами этим поделиться. Дальше, что из плюсов, да, и очень больших. Это мой любимый материал Раббер, это обрезиненная пробка на форогриппе, то есть катушка-держатель надежный, хороший и качественный. То есть здесь можно спокойно его зажимать, он недорогой, он бюджетный совсем, но, тем не менее, это вот прям тот минимум, который здесь есть, и молодцы, что они сделали именно из Раббера, вот эту верхнюю контргайку, так называемую, ну, гайку. Дальше идет точно такой же Раббер в конце, с утолщением, с таким, ну, это позволяет, скажем так, вставить куда-то фидер, втыкать для того, чтобы не торец не коцался. Так, дальше. Дальше. Вершинки. Ну, давайте тогда переступим, сразу перейдем, вот, кстати, к моделям конкретно, да, что у меня в руках, будем мерить, и дальше уже по вершинкам. Значит, у меня в руках 360 до 120 грамм. Моделька, пропускное кольцо здесь диаметром 20 миллиметров. Вершинки. Вершинки три штуки, все карбон, пропускные кольца на вершинках достаточно большие, то есть, шок-лидер спокойно будет пролетать даже там с монкой 0.28, никаких проблем не будет. Плюс еще этих вершинок, что они практически не ломаются, они очень надежны. Дополнительные эти вершинки у нас продаются, поэтому, кто хочет, их может спокойно докупить в любой момент, есть в наличии все. Значит, по вершинкам, также промаркированы все вершинки, все карбон, две-три унции и четыре унции у меня в руках. Посадочный диаметр вершинок 2,2 миллиметра. Некоторые отсюда подбирают и к айронам вершинки, и к фатонам ПРО от Ольвеги берут, ну и, соответственно, наоборот, взаимозаменяемы. Значит, расстояние от нижнего кольца до центра катушкодержателя 59, рукоятка СУС-39. Ну и замеряем диаметры. Значит, диаметр бланка 360-120, 13 миллиметров, и диаметр рукояти 22 миллиметра. Следующий фидер на очереди 300 до 70, значит, колечко точность такой же. Замеряем бланк 10 миллиметров и рукоять 22 миллиметра. Расстояние от нижнего кольца до центра держателя 46 и рукоятка 33. Три. Вершинок, соответственно, тоже три штуки. Вершинки карбон, посадка 2,2, точность также 1,5,2 и единичка в наборе. Что радует очень у всех фидеров Ольвега, это крупный диаметр колец на вершинках, что пролетит туда все, что только можно. Так, диаметр, не помню, по-моему, мерил. Да, 10 миллиметров диаметр мерил. Следующий 330 до 70, сразу диаметр бланка 11 и диаметр рукояти 21. Расстояние от кольца до центра 57, рукоятка 35. Три вершинки в комплекте с посадкой 2,2 точности также. Единичка, полторашка и двушка. Вершинки, в общем-то, соответствуют тесту. То есть это не фидера Кайды. Все-таки качество здесь, то, что написано, можно верить. Хоть и немножко, скажем так, по декоративные моменты оставляют желать лучшего. И фидерочки надо смотреть перед тем, как покупать. Значит, 300 до 60, следующая модель. Диаметр бланка 10, диаметр рукоятки 21. Расстояние от кольца до центра держателя 48 и рукоятка 33. Три вершинки в комплекте. Все вершинки карбон, единичка, полторашка и 0,75. Ну, в общем, да. Да, да, они действительно отличаются. То есть их примерно соответствуют тому, что написано. Но вот кольца прям очень радуют. Я знаю людей, кто за счет колец выбирает Тима Ольвегу. Именно эту модельку. Значит, следующий 330 до 60. Меряем бланк 11 и рукоятка 21. Расстояние от нижнего кольца до центра держателя 57. Рукоятка 35. В комплекте у нас также три вершинки. Полторашка 0,75 и единичка. Разукраска, расцветка вершинок точность такая же. Ну, колечко я, как вам сказал, стоит двадцатка. Ну, вот померил еще раз. Что хочу сказать. Крайне важный момент. Пока не разложил следующие фидерочки. Это всем покупателям нашего магазина предоставляются бесплатные запасные части по акции. В период, только в период проведения акции. Пока мы такие акции проводим. Что будет дальше, понятно, только Богу известно. Но пока вот что есть, то есть. Люди уже получают на Сальма, на Фидер Концепт, на Спиннинги, Мейджор Крафт, Зетрикс и тому подобное. Акции регулярно проводятся. Об акциях я вывешиваю анонсы только в социальных сетях и нигде больше, никаких форумов об этом не говорю. Поэтому второе условие для того, чтобы человек получил запасную часть бесплатно, это подписка на социальные сети. Обязательно это YouTube, ВКонтакте и Telegram. И желательно это Instagram, Facebook и Routube. Второй момент, это мы даем при покупке у нас удилища бессрочную гарантию на заводской брак. То есть, соответственно, если даже год, два, три проходит и у вас удочка сломалась по браку, мы вам возвращаем деньги, либо меняем ее, либо колено как-то... Ну, в общем, договариваемся каким-то образом. Если вдруг на тот момент снято с производства, нет запчастей, значит, мы можем даже деньги вернуть, либо колено от другого удилища предложить. Скажем так, это относится не только к фидорам, к махам, баллонкам и ко всем остальным. И третий момент, это ремонт. Также бессрочная гарантия на место ремонта для подписчиков на социальные сети. Минимальная абсолютно цена на ремонт любого удилища, купленного даже не у нас, естественно. Сервису 20 лет, мастер у нас один и тот же все 20 лет работает, пользуется уважением заслуженным, со всей России привозят, присылают в ремонт ему. Соответственно, минус сервиса один, это сроки исполнения заказа, так как огромное количество людей, очередь всегда большая, и поэтому от недели до двух недель, как правило, это заказ, надо будет ждать ремонт. Ну, давайте, раскладываю сейчас следующие и поехали дальше. Моделька 360, значит, расстояние от нижнего кольца до центра катушка-держателя 59, рукоятка 40, диаметр бланка 12, ручки 21, три вершинки в комплекте, все карбон, полторашка, 0,75 и единичка. Посадка также 2,2, значит, следующий 360, 90, расстояние 60, ручка 40, диаметр бланка 13 и диаметр 22, на рукояти 22. Три вершинки в комплекте, 2,3, единичка, все карбон, у всех также посадка 2,2, 360, 70, диаметр бланка 13, рукоять 21, расстояние 58 и 40, ручка. Ну, соответственно, как я уже сказал, колечки у нас везде одинаковые, 20. Так, про три вершинки забыл, сказал я, не сказал, в комплекте, значит, полторашка, двушка и единичка, все карбон. Так, и последняя моделька, это 390, 90, расстояние от кольца 64, ручка 42, три вершинки в комплекте, все карбон, посадка такая же, 2,2, 2, 3 и единичка по унциям. Диаметр бланка 13 и рукоятка 21, да, 21. Так, давайте тогда раскладываем и смотрим строй. Ну вот, мы разложили все, Константин Михайлович, как обычно, нам поможет в нашем нагружении. Скажем, у меня в бланк, значит, первое поехали, 300 до 60, вот такой фидерочек, смотрим на экран. Расстановка колец не вызывает никаких вопросов, очень хорошая расстановка колец в плане дальности заброса, в плане хорошей схода лески, никаких ступенек нет. Действительно, палочка приятная, прогрессивного такого строя, средне-быстрого, наверное, больше даже к средне-быстрому, чем к прогрессивному, но такая золотая середина, скажем так. Вот, смотрите, я на камеру нагружаю ее. По весу, значит, это средние дистанции, ближние средние дистанции, до примерно 35 метров она бросает хорошо. Кормушечки управляется, запас небольшой есть, то есть я ей ловил 70 грамм небольшого объема кормушка плюс корм, это получается там, грубо говоря, 90 с копейками, то есть я им, этой палочкой бросал на карповом водоеме, то есть никаких прекрасно бросает, мне очень понравилось, соответственно, вяжет рыбку за счет относительно мягкого верха. Кстати говоря, вершинки мы поставили на все модели, средние из комплекта у каждой, ну и гасить рыбки рыбы, вываживать для того, чтобы карп не перепутал все удилища у соседей, позволяет достаточно жесткий бланк ближе к комлю, да, то есть вот эта вот упругость, она, видите, при потряхе, она чувствуется. Ну давайте нагружаем, показываю вам руки, смотрите, вот отличная палочка, большой плюс, что она не только на карповый водоем рассчитана, за счет своей относительной мягкости верхней части она может спокойно работать и с карасиком, с подлещиком, с платвой, очень замечательная палочка, значит, все то же самое, 330 до 60, только 330 до 60, да, то есть старшая сестра, грубо говоря, предыдущей модели для все то же самое, тот же строй, для тех, кому нужна дистанция не 35, а 40-45, то есть, соответственно, вот эта палочка, все то же самое, можно сказать о ней, что я сказал выше. Давайте нагружаем, сейчас увидите, что строй весь тот же самый, я ее ловил как раз на тестах на двух дистанции, той и той на карповнике. Смотрите, хорошо она вяжет, вот я сильно второй рукой упираю, сейчас мы его сломаем, может быть, не знаю, да, вот я изо всех сил ее гну, смотрите, из кадра уже, наверное, выхожу, даже хрустнуло где-то, ну ладно, побережем. Вообще, очень много палок переломали, так, дальше, следующая моделька, это 300 до 70, то есть тоже трехметровая палочка, она совершенно другого строя, хоть и тест 70 грамм написан, да, то есть всего на 10 грамм побольше, но видите, какая она быстрая, то есть эта палка абсолютно быстрого строя, она совершенно не похожа на предыдущие, не знаю, как она сюда вписалась, по карте колец, как вы видите, тоже кольца так стоят, что она будет бросать хорошо и далеко, да, то есть ее можно загрузить даже кормушечкой вплоть до 90 грамм, но, естественно, небольшого объема, потому что бывает так, то я скажу 90 грамм, а там еще корма на все 100 грамм запихают люди, с грунтом, да еще, да, и, соответственно, вообще хлопнется это, поэтому средняя кормушка, средняя небольшого объема с стандартным кормом, скажем так, пакетированным, да, 300 до 70, вот эта палочка, то есть она подходит для реки замечательно, на карпа тоже подходит, на плотвичку под лещикой я бы и не брал, ну, потому что слишком жестковато, то есть вязать леща она не очень хорошо будет, давайте нагружаем, видите, как работает, смотрите, мордочка только работает, да, вот я тоже вторую руку подключаю, вот работает мордочка, а дальше бланк уже, его надо прогрузить именно, вот я сильно его прогружаю, видите, мне не очень нравится в этой палке то, что, как видите, вот посмотрите работу бланка, где нижнее кольцо, то есть середина от нижнего кольца, и примерно, грубо говоря, там вперед метр, там, ну, 80 сантиметров практически, так не сильно сгибается, а наоборот работает там, где около комли, я сейчас пальцем покажу, видите, вот это место прогибается, оно должно прогибаться позже, чем прогнулось выше, соответственно, да, вот этот момент у этой палки мне совсем не нравится, соответственно, почему, потому что неловкий бросок резкий именно с выхлест спиннинговой, и она может сломаться перед ком левой части, значит, 330 до 70, ее старшая сестра уже, как вы видите, совсем другая, то есть она уже не средне-быстрого строя, не быстрого, да, это вот, как вот, трех, точнее, не быстрого, как предыдущий, да, а именно средне-быстрый, да, и она уже грузится, как я вижу, уже достаточно неплохо, давайте нагружаем, вот посмотрите, видите, как, посмотрите параболу, вот, совершенно другая парабола, вот я сейчас остановлюсь на, именно двери, чтобы зафиксировать, видите, какая парабола, изгиб идет именно средней части, и только потом включается то место бланка, где предком левое колено, смотрите, то есть загрузка идет абсолютно правильно, в отличие от предыдущей модели, вот, эта вот палочка, действительно, она рабочая, она сбросает, она будет бросать всем своим бланком, 360-60, следующая модель, ну, видите, кольца хорошие, да, и они одни и те же на всех моделях, но хорошо подобран комплект, значит, смотрите, здесь 360-60, но за счет своего, своей длины, да, палочка достаточно бросковая, я бы сказал, ее чистый прогрессив, никакой тут не средний-быстрый, не быстрый, прогрессивная палка, грузится она уже от 14 грамм, да, ее как раз загружать сильно не надо, то есть берете 56 грамм, 60 грамм, кормушка максимум 70 грамм с небольшим, ну, с средним объемом корма, она бросает дальше, и вы ее уже не нужно ее грузить, она у вас не бросит, ну, или сломается, давайте нагружаем, соответственно, это все-таки стоячие большего водоема, среднее течение водохранилище от 14,28, 42 грамма, это вот просто ее, смотрите, как она будет вязать лещика, да, просто сумасшедшая палочка, никто не уйдет, можно тончайшие поводки использовать 008, то есть для меня эта из Ольвеги, она одна из самых любимых, 360-60 именно, эта моделька. Значит, следующая моделька 360-70, уже совершенно другая, видите, совсем другая палка, то есть это больше уже такая речная, можно сказать, вот у нее есть небольшой косячок, у нее стучит колено, вот мы ее, естественно, заменим, и, ну, стучит из-за того, что заход не до конца, и там осталась капелька лака, и из-за этого заход не до конца колена. Значит, нагружаем, ну, 360-70, видите, как она прогибается? Да, неплохо тоже прогибается, но, скажем так, та палка, она интереснее, но это больше для течения, я бы сказал, чуть больше для течения. Течение в рамках теста она держит прекрасно по кормушкам, я ее перегружал немножко, то есть ее можно перегрузить, там, сантиметры, ну, фу, сантиметров, процентов на 20 максимум, то есть, скажем так, 70 плюс корм, ну, больше не нужно. Да, потому что у Альвеги тест считается общий, я вначале это не сказал, то есть 70 грамм, 80-90, это тест свинец на кормушке плюс корм, это общий тест. 360-90 у меня в руках, ну, тоже приятный строй, средне-быстрая палочка, такая очень звонкая, ну, относительно звонкая, я имею в виду очень, исходя из не сильно дорогого далеко угля, из чего сделана вся серия. Давайте нагружаем, 360-90, наиболее востребованная палка для рек и каналов, так же можно на водохранилище ловить, ей течение она держит, в рамках своего теста перегружать ее не нужно, потому что она прекращает полностью бросать, поэтому покупайте именно вот то, что вам нужно, именно, да, если вы ловите кормушками, там, 40, 50, 60, 70 грамм, вот вы можете ее брать. Если вы ловите кормушками 100 грамм, не нужно ее брать. Значит, следующая моделька 390-90. Вообще, эта длина и тест для меня самый ходовой для подмоскованных рыбалок, в основном, водохранилища, да, палки. Такого теста я очень люблю, неплохо в них разбираюсь, и у меня, по-моему, есть они все, которые существуют. Ну, давайте нагружаем. Значит, тест 90, он действительно реальный, то есть очень хорошо бросает, 56, 42, 60 грамм кормушки. Ну, смотрите, и вязать она будет хорошо, и течение держать неплохо. Вот, но имейте в виду, за счет длины, если вы пойдете с этой палочкой на течение, где там кормушка будет 100 грамм еле держаться, она у вас загнется, загнет второе колено. Поэтому все-таки для течения ее можно перегрузить, для того, чтобы забросить, но не на течении, потому что забросить-то вы забросите, а вот информативность поклевок, даже если вы самую жесткую вершинку сюда поставите, на эту модель, она у вас уже пропадет. Поэтому ее не нужно так перегружать. Так, 360, 120. Ну, такой хэвик. Хэвик-коротыш, если можно сказать. Ну, средне-быстрый-быстрый строй. Приятная палочка. Действительно приятная. Да, нагружаем. Из минусов. Она не держит течение больше своего теста, имейте это в виду. Перегружать ее можно, но не нужно. Ну, потому что, если вы будете на реках ловить большими кормушками веса, чем нужно, у вас она не будет держать течение. Соответственно, в настоящем водоеме зачем вам понадобится бросать такие тяжеленные кормушки куда-то. Поэтому оптимально это 56-70-90. Это вот ее рабочий диапазон весов кормушек. Плюс корм, я имею в виду. Ну, вес свинца плюс корм. То есть, кормушка 70 граммов, плюс туда свинца набили. Тьфу, корма набили. Ну, смотрите, я вторую руку, видите, подключаю. Упираюсь прямо вот со всей силы, чтобы нагружаем ее. Ну, это 120 грамм. То есть, вот такие у нас палочки сегодня на обзоре. Ну, вот, друзья, посмотрели. Действительно, сами видите, серия стоит, скажем так, стоит ее рассматривать для приобретения. Плюс большое это кольца. Бланки предсказуемые. Соответственно, фурнитура за счет материала рабра и за счет самого катушкодержателя достаточно надежная. Но вот вершинки, опять же, информативные и практически не ломающиеся с большими пропускными кольцами. То есть, это все плюсы. Минус один – это чисто декоративный. У какой-то модельки колено не до конца входит. Мы вот сейчас вставляли вершинки. Некоторые на 5 мм заходят, другие на сантиметр, на 2. Соответственно, это надо нулевочкой, просто шкуркой наждачной подточить. Да, ну то есть, такие вот, скажем так, у кого руки есть и обязательно найдет на своем фидере какой-то такой небольшой дефект. Подтеки лака те же самые. То есть, это говорит, в общем-то, о том, чтобы не поднять, видимо, цену для потребителя, производство располагается на таком достаточно бюджетном заводе. Но, тем не менее, от того, что, скажем так, в руководстве стоят люди, понимающие фидерах и в рыболовном спорте в целом, поэтому модельки показались мне, да, и получились достаточно приятные и удачные. Значит, по чехольчику простой тоже чехол из непромокаемого материала, который не впитывает влагу, разделен на три секции, имеет и завязки, и липучки. Кармашка отдельного под вершинки здесь нет, но, скажем так, большой, вот центральный туннель, так называемый, туда входит и тубус с вершинками, и, соответственно, в эту центральную секцию входит и, ну, серединное, как правило, сюда колено, потому что секции разные по ширине, соответственно, под разные колены. Обязательно, пожалуйста, если вам понравился мой ролик, прошу вас подписаться на канал, это не пустые слова, это действительно для меня очень важно. Если хотите, много спасибо мне сделать, да, я буду очень благодарен, если вы подпишетесь на страничку магазина ВКонтакте и Телеграм. Это вам от этого плюс, это бесплатные запчасти в период проведения акции. Повторюсь, на все удилища, купленные у нас, вы можете приобрести, получить бесплатно две запчасти в год в период именно в сроке проведения акции. Пока мы эти акции проводили, и уже достаточно долго, люди, кто наломал в сезон, все наполучали и на Салем, и на Фидер Концепт, и на Спиннинге, Мейджер Крафт, Зетрикс, Графит Лидер и тому подобное. Поэтому надеюсь, что это продолжится и в будущем. Тем не менее, для вас это огромный плюс. Второй момент, это бессрочная гарантия на заводской брак на удилище, купленное у нас. И третий момент, это недорогой абсолютно ремонт для подписчиков на удилище, которое вы у нас не покупали, но которого покупали где-то в другом месте и сломали. Соответственно, эти удилища вы приносите, мы вам ремонтируем это за недорого совсем, но очень качественно, с пожизненной гарантией на место ремонта. Сервис у нас 20 лет, как я сказал ранее, да? Соответственно, со всей России люди шлют нам удилища, и вот это вот минус, это тот, что срок ожидания от недели до двух недель. На этом все, всего доброго, и смотрите в будущем мои ролики. Продолжение следует... Продолжение следует...